Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 1154». Почему вы в материале о войне накинулись на преподобного Сергия Радонического и на блаженного князя Александра Невского? Столько лет воинство прославляли, и преподобный Сергий не мог Дмитрия Донского на грех благословить. Он благословлял его на защиту отечества. А сколько раз Царица Небесная помогала русским одерживать победы? Ведь это так? Значит защищать отечество, царя, дом, храмы, грех, как вы говорите, быть того не может, иначе бы Бог не помогал. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я отвечаю согласно Слову Божию, Библии, а вы вопрос задаете согласно поступках людей, которых считают праведными. На это Ян Златовус отвечал так. Я тебе читаю Владычный Закон, а ты распространяешь чужие грехи. Гречь шла о клятве. Это не одно и то же. Если вы читали этот материал, теперь он помещен в нашей газете к истинному православию, в нашей книге к истинному православию. В главе, а я говорю вам, любите врагов ваших, то к этому добавить я ничего не могу. Идите воюйте, защищайте, только не прикрывайтесь Богом и Божьей Матерью. Сейчас, по благословению патриарха Алексея Второго Ригигера, министра обороны Грачева и Ельцина Бориса Николаевича, Варвара Великомученица должна изображаться не с чашей, а с ракетой типа «Земля-Земля». Если, не дай Бог, эти ракеты, носящие имя Сатана, кого-то поразят, то вы также будете считать, что помог Бог, а не Сатана. Иеремия, вторая глава, тридцать пятый стих. Устроили капище Ваалу в долине сыновей и Номовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И я не накинулся, а охарактеризовал все с позиции Библии. Сергия Радонежского за его поступок необходимо было сразу же лишать Сана и отправлять затвор за разнонашивание иноков, вернувшихся к воинскому званию. И на этот позорный поступок его в жизни бы уже никто не ссылался в течение 600 лет.